26 апреля Международный день памяти Чернобыльской трагедии. В 1972 году прямо возле Чернобыля начали строить самую мощную в СССР атомную электростанцию. К 1985 году уже закончили строить 4 энергоблока и начали строить пятый. Ночь 26 апреля 1986 года не предвещала ничего плохого. На АЭС проводили эксперимент по допустимой нагрузке. Но какой эксперимент? Была отключена вся система защиты энергоблока и он перешел в неуправляемое состояние. Операторы пытались стабилизировать ситуацию, но было уже поздно. И вот ровно в 1 час 24 минуты ночи раздались два взрыва на четвертом реакторе и он начал гореть. Над крышей четвертого энергоблока взлетели горящие куски графита – искры. Часть из них упала на крышу машинного зала и вызвала пожар здания. В результате пожара огромное количество смертоносных радиоактивных веществ, находящихся в реакторе, попало в окружающую среду. В 1 час 30 минут на место катастрофы прибыли подразделения пожарных частей по охране атомной электростанции, самой станции и города Припяти, под командованием лейтенантов Виктора Кибенко и Владимира Правика. Пожарные приняли на себя всю мощь радиоактивного излучения при тушении пожара на кровле машинного зала. Позднее прибыли пожарные из части из города Чернобыля и Киева и других районов. К утру им удалось локализовать пламя и потушить его. Но самое страшное было еще впереди. Четвертый реактор был полностью разрушен. По всей территории АЭС были разбросаны куски урана и графита, излучающие радиацию. А город продолжал жить своей жизнью еще два дня. Жители никто не предупредил о катастрофе. Сотни тысяч людей гуляли на улицах, выезжали на природу. В Киеве проходили велосипедные соревнования. Дни оказались жаркими, многие люди решили их провести за городом. И никто не чувствовал, что зеленая трава и деревья стали их врагами. Некоторые люди получили такие дозы облучения, что через некоторое время умерли. Первое официальное сообщение было сделано по телевидению 28 апреля. В довольно сухом сообщении сообщалось о факте аварии и двух погибших. Об истинных масштабах катастрофы стали сообщать позже. 28 апреля колонна из 1100 автобусов вывозила из Припяти, Чернобыля и других населенных пунктов зону отчуждения жителей. Им позволили взять с собой только удостоверение личности и немного еды. Все же остальное имущество было брошено. Жизнь в радусе 30 километров от Чернобыля замерла. Лишь изредка там появлялись любители острых ощущений. А тем временем на Чернобыльской атомной электростанции работа шла полным ходом. Необходимо было после того, как реактор догорел, сбросить все обломки урана и графита с крыш и собрать их по всей территории. Тысячи людей со всех концов бывшего СССР были призваны и командированы для ликвидации последствий катастрофы. Работы по ликвидации аварии велись в основном вручную. В первые дни к реактору нельзя было подойти, поскольку температура в нем достигала 5000 градусов. В это время на АДАС висело радиоактивное облако, которое разносил ветер. Облако три раза обогнуло земной шар, в результате много радиации разнеслось по всей Европе. Больше всего, конечно, досталось Украине и Белоруссии. Тем временем ликвидаторы пытались хоть как-то пригнать облако к земле. С вертолета реактор бомбили песком, поливали водой. Когда реактор выгорел, нужно было собрать все обломки урана и графита. Все работы велись вручную. Ликвидаторы в противогазах и костюмах из свинца сгребали лопатами и выбирали руками куски радиоактивного вещества. Сбрасывали их в сгоревший реактор. После очистки территории начались работы по сооружению над реактором саркофага. Огромные коробки с целью недопущения утечки радиации. Сейчас разрабатывается и осуществляется проект укрытия, по которому четвертый реактор полностью опустят под землю. Первый, самый страшный удар приняли на себя пожарные города Припяти. Они тушили пожар в зоне сильнейшей радиации над реактором. И через две недели, в День Победы, многих из них уже не стало. Они умирали в московской клинике от острой лучевой болезни. Чувствовали смерть спокойно, без слез прощались друг с другом и тихо умирали. Первыми не стало Виктора Кибенко, Владимира Правика и их друзей. А спустя 25 лет чернобыльская трагедия унесла жизни десятков тысяч человек. Чернобыльская трагедия затронула миллионы людей. Поэтому люди должны помнить о Чернобыле ради будущего, знать об опасности радиации и делать всё, чтобы подобные катастрофы никогда больше не повторялись. Субтитры создавал DimaTorzok